Наша цель не просто встречаться и обсуждать какие-то проблемы, но и очень внимательно следить за тем, чтобы чьи-то желания, может быть чья-то мечта, может быть чья-то проблема реально решалась. Этими словами губернатор Московской области открыл встречу с жителями. Сейчас в регионе множество планов и приоритетов развития. Не остается в стороне Орехово-Зуево, здесь две основные задачи. Решить проблему с качеством воды и эту осенью начать ремонт городских учреждений здравоохранения. Это в целом касается всего города, но есть и вопросы более узкого характера. Вторая смена. Проблему решить можно. У лицея есть целый корпус, которому требуется ремонт. А разговоры о пристройке к школе номер 16 идут уже не первый год. Когда всего этого ждать? С этим вопросом директор лицея напрямую обратился к Андрею Воробьеву. Переоборудовать корпус – это позволит 250 школьников в плюсах к лицее. Поэтому в 2017 году госпрограмму включены. А что касается 16-й школы, знаю, что в карандаше включили. В этом году компенсация на покупку школьной формы именно для многодетных семей выросла до 3000. И в связи с этим вопрос – это в этом только году или в последующие годы тоже планируется? Все многодетные в Подмосковье могут не беспокоиться, что их дети будут голодными или испытывать неудобства за школьную форму. Такая программа будет продолжена. В доме на улице Ленина 123 три семьи много лет ждут переселения. К тому же здание используется как маневренный фонд. С просьбой о помощи жительница обратилась к губернатору. Ситуацию прокомментировал Геннадий Панин. По его словам, на данный момент местным властям найти способа предоставления этим семьям другого жилья не удалось. Есть вариант с общежитием ГГТУ. Здесь планируется сделать квартиры. Уже достигнуты договоренности, но дело требует времени. Губернатор потребовал удержать его в курсе этой проблемы. Обсуждалась и тема ремонта стадиона «Знамя труда» Зимнего театра. Эти объекты сейчас стоят в приоритете области. Всего за полтора часа жителям города и района удалось задать более 15 вопросов. И на этом общение не закончилось. Андрей Воробьев продолжил встречу. Только уже с каждым обсуждал ту или иную проблему в индивидуальном порядке. Поэтому давайте я буду искать возможность вам помочь.